Персонал Тверской станции медицинской помощи теперь получил возможность отрабатывать профессиональные навыки спасения человеческих жизней в условиях максимально приближенных к реальности. Для учебного центра закупили новое оборудование. Это макет кареты скорой помощи и манекены, которые умеют дышать и реагировать на любые манипуляции врачей. На занятия к медикам пожаловала и наша съемочная группа. Он имитирует движение автомобиля скорой медицинской помощи. У него есть множество модификаций, такие как сельская местность, движение в условиях сельской местности, движение в условиях городской среды и есть смешанный цикл движения. Макет кареты скорой помощи в точности до каждого винтика повторяет оригинал. Даже оборудование, как в настоящей, имеется кардиограф, аппарат ИВЛ и даже чемодан с лекарствами. Задача медика в условиях движения отработать все сложные манипуляции до автоматизма. Разве что пациент на носилках не человек, а манекен. Но несмотря на то, что он пластмассовый, умеет чувствовать. У манекена запрограммировано множество функций. В зависимости от ситуации, то есть это будет либо какая-то травма, либо какая-то кардиологическая патология, либо реанимация. Либо кровотечение из бедренной артерии. Да, то есть здесь отработано множество сценариев. Для учебного центра скорой медицинской помощи закупили сразу несколько умных манекенов. Это человеческая копия младенцев, подростков, взрослых мужчин и даже беременной женщины. У них есть артериальное давление, пульс, реакция зрачков и даже дыхание. Осмотр верхних дыхательных путей. Опять же, данный манекен позволяет симулировать отек языка, отек гортани, что затрудняет интубацию. Определять пульс на сонной артерии, на лучевой. Опять же, проводить сердечно-легочную реанимацию. Манекен реагирует на любые манипуляции улучшением или ухудшением показателей. Насколько врач правильно действует, будет видно на планшете, с помощью которого можно управлять роботизированными пациентами. Благодаря такой технике стало возможно отработать навыки интубации ИВЛ, сердечно-легочной реанимации. Для учебного центра было закуплено оборудование для проведения симуляционных занятий с персоналом станции скорой медицинской помощи. Все манекены закуплены, они многофункциональные. Они могут симулировать различные патологические состояния больного. И на них проводится отработка практических навыков персоналом. Благодаря новому техническому оснащению тверские работники станции скорой медицинской помощи смогут пройти обучение в сложных условиях, близких к реальным. Отработать профессиональные навыки, чтобы уже на реальном вызове оказать еще более качественную помощь пациентам.